Субтитры предоставил DimaTorzok Сотрудничество и перспективы дальнейшего развития президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Узбекистане. Интересы Самарской области представляет губернатор Дмитрий Азаров. Привести в порядок самарские газоны. Глава Самары Елена Лапушкина провела еженедельное совещание в городской администрации и дала ряд поручений. Более 4000 самарских 11-классников выпустились во взрослую жизнь. Для школьников областной столицы прозвенел последний звонок. Много музыки, подарков, зажигательных номеров, позитивного настроения. В Самаре состоялся 29-й фестиваль средств массовой информации «День прессы-2024», чем зрителей удивляла площадка телеканала «Самара ГИС». Подъем туловища из положения лежа на спине, подтягивания на высокой перекладине, прыжок в длину с места и другие упражнения. В парке Гагарина состоялся традиционный фестиваль «Готов к труду и обороне». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в составе официальной делегации России принимает участие в государственном визите президента Владимира Путина в Узбекистан. Главы государства обсуждают вопросы укрепления сотрудничества, перспективы дальнейшего развития, стратегического партнерства и союзничества. Губернатор Дмитрий Азаров встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллы Ариповым. Глава 63-го региона отметил, что Самарская область является одним из крупнейших промышленных субъектов России, входит в десятку в стране по валовому продукту по инвестиционной привлекательности. На Совете регионов обсудили сотрудничество сторон в сельском хозяйстве, промышленности и других направлениях. По итогам встречи Дмитрий Азаров подчеркнул, что визит президента России стал импульсом для сотрудничества между странами и отметил, что Самарская область, как и в предыдущий год, будет вносить свой вклад в данное взаимодействие. Сезонный покос травы на общественных территориях города и мониторинг цен на продовольственные товары. Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения на еженедельном совещании в мэрии, которое провела глава города Елена Лапушкина. Подробности расскажет Галина Топилина. В Самаре с начала мая профильные службы приступили к сезонному покосу травы. Всего в городе работает 60 бригад, приводят в порядок газоны в парках, скверах, во дворах жилых домов, на территориях, прилегающих к объектам потреб рынка и вблизи соцучреждений. Особое внимание очагам произрастания аллергенных трав и наркосодержащей растительности. На сегодняшний день привели в порядок 50% от запланированных территорий. Своевременный покос травы поддерживает санитарное и эстетическое состояние городских территорий. Контролирует работу Департамент городского хозяйства и экологии. Работа по покосу будет продолжаться в течение всего теплого периода в зависимости от погодных условий и достижения предельно допустимой высоты травяного покрова 15 сантиметров. При необходимости работы будут продолжаться вплоть до октября месяца. На совещании в администрации главы внутригородских районов отчитались о работе на вверенных им территориях. Ежедневно для покоса травы привлекается 42 бригады, это 84 коса с применением МТЗ, тримеров и газонокосилок. В том числе по управляющим организациям привлекается 37 бригад, 74 коса. То есть все управляющие компании принимают участие. ТСЖ и ЖСК 4 бригады, 8 человек. Булкировская одна бригада, 2 коса и МТЗ с навесным оборудованием косилки применяется на пустырях и незакрепленных территориях большой площади. На совещании в мэрии говорили о стоимости продуктов питания. Доклад о мониторинге цен представил исполняющий обязанности руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Игорь Ларионов. По его словам, на сегодняшний день ценовая динамика соответствует сезонной тенденции. Рост цен на овощи, такие как морковь, картофель, лук репчатый и капуста белокочанная, связан с окончанием запасов местной продукции в преддверии нового сезона. При этом на такие продукты, как гречка, соль, яйца, пшено, отмечено снижение цен в несетевых продуктовых магазинах. Цены на куриные яйца находились в ценовом диапазоне в среднем 120-126 рублей за 10 штук. Соль поваренная оставалась в ценовом диапазоне в среднем 11-12 рублей в килограмм. Цены на сахар находились в устойчивом ценовом диапазоне в среднем 7-73 рубля в килограмм. Стабилизировалась цена на крупу гречневую и с начала года находилась в ценовом диапазоне в 82-86 рублей за килограмм. Профильный департамент совместно с администрациями районов проводит еженедельный мониторинг минимальных цен на социально значимые продовольственные товары в сетевых или несетевых объектах торговли и на ярмарках. Информация размещается в открытом доступе на сайтах администрации и в средствах массовой информации. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. В школах Самары прозвенел последний звонок. В этом году 11-й класс оканчивает более 4000 выпускников. Все они получали поздравления, напутствие от учителей и родителей. Глава Самары тоже поздравила учеников. Она стала гостем праздника в Самарской школе номер 41. Подробнее в нашем сюжете. Танцы, песни, локальный юмор и фразы, которые понятны только причастным, а также слова благодарности любимым учителям, родителям и персоналу школы. Все это неизменные составляющие последнего звонка. Не стали нарушать традиции и ученики 41-й школы. Со смехом и слезами они попрощались со своими школьными годами. Последний звонок это не просто праздник, это новая глава для наших ребят. И у них все только начинается. Ребят, у вас на сегодня есть все. На празднике почетным гостем стала и глава Самары Елена Лапушкина. Она поздравила ребят с этим знаменательным днем и пожелала быть успешными, отлично сдать экзамены и быть достойными гражданами страны и города. Кем бы вы в дальнейшем не стали, всегда берегите и цените школьную дружбу. Всегда помните и будьте благодарны школьным учителям. Ну и конечно, в ваших уже свершившихся успехах и грядущих успехах есть огромная часть любви и заботы ваших родителей, ваших родных и близких. И конечно, эти люди достойны любви и заботы вашей. Не бойтесь идти к своей цели, не бойтесь трудностей. И как говорится, в добрый путь. Завершилось торжество традиционным школьным вальсом. И непосредственно самим последним звонком, который дали 11-классники, претенденты на золотые медали по окончании школы. После этого ребята отправились продолжать подготовку к экзаменам и выбирать дальнейшее направление в учебе. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. А выпускников Самарской школы номер 58 приехал поздравить председатель городской думы Алексей Дегтев. Как прошел праздник в этой школе, готова рассказать Полина Челюкова. Белые бантики и фартучки. Лента с надписью «Выпускник». Веселый и одновременно грустный праздник всех школьников. Последний звонок. Он прозвучал по всему городу, в том числе и для учеников школы номер 58. Все всегда, конечно, заканчивается. Я это понимаю. Но все равно. Чувства разные, и они переполняют меня, потому что это и радость, потому что это праздник, последний звонок, дети его ждали. Но и грустно, потому что я столько в них вложила, да, вот эту вот частичку себя, я в каждом в нем вижу. И понятно, что это грустно с ними расставаться. Они стали мне родными за эти года. В такой важный день поздравить выпускников пришли не только их родители и близкие, но и почетный гость – председатель городской думы Алексей Дегтев, который много лет проработал в этой школе директором. С небольшой грустью. Ну, грусть какая, что дети из гнезда такого большого, единого семейного, кстати, покидают. В этом году во взрослую жизнь выпустились 4527 учащихся. Полина Челюкова, Валерий Майоров. События. В Самаре в 29-й раз прошел фестиваль прессы. По традиции, в Строковском саду собрались ведущие теле, радио и печатные СМИ региона. С профессиональным праздником журналистов поздравили губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова. В этот раз фестиваль посвятили Году семьи. Для гостей праздника организовали конкурсы, мастер-классы и концертную программу. Репортаж с фестивальных площадок подготовили наши корреспонденты. Под девизом «Мы вместе» объединились представители самарских СМИ, чтобы поучаствовать в традиционном 29-м фестивале прессы. В Струковском саду в этот день открылись более 20 площадок от телеканалов, газет, журналов, радиостанций и изданий различных ведомств. Гости праздника, зрители и читатели смогли пообщаться с теми, кто каждый день пишет о событиях города и региона. Иоанн Кронштадтский сказал, если любовь каждого к России соединить вместе, мы выстоим. И вот наш девиз «Мы вместе», если мы будем вместе, мы обязательно выстоим. Наша Россия и мы. Собравшихся с проведением фестиваля поздравил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона вместе с главой города Еленой Лапушкиной оценили работу площадок, пообщались с представителями редакции. На торжественной церемонии открытия Дмитрий Азаров отметил, что сегодня журналистика находится на передовой всех изменений и очень чутко реагирует на них. Журналисты фиксируют успехи и достижения, обращают внимание на критику жителей и создают новые стимулы для формирования новых программ и направления развития нашего региона и, конечно же, столицы нашего региона, города Самары. Площадка телеканала «Самары ГИС» по традиции встречала гостей фестиваля у центрального входа в Струковский сад. Весь день здесь можно было насладиться выступлениями артистов и потанцевать, поучаствовать в конкурсах, мастер-классах, сфотографироваться с любимыми сказочными персонажами. Леонид с семьей попали на площадку случайно. Пройти мимо просто не смогли, признается отец семейства. Мы на самом деле шли на набережную, на пляж прогуляться. Ну вот смотрим, в рамочке стоит мероприятие какое-то нарядное. Молодого человека потянуло. А дальше он увидел аквагрим, и все, сердце было разбито. Торжественную атмосферу всем гостям создавал оркестр Росгвардии под руководством майора Олега Чемоданова. Звучали и танцевальные мелодии, и нестареющая классика. Я рад, что мы участвуем в этом празднике. Стараемся репертуар разнообразить, как это возможно получается. Ну, есть всегда над чем работать. Будем продолжать это делать и радовать людей. Гостья фестиваля Галина Васильевна рассказывает, пришла сюда посмотреть на все, что сделано руками прессы. Очень понравилась музыка и атмосфера на площадке Самара ГИС. Когда я вошла, здесь играла оркестр и такую жизнерадостную, веселую музыку, что мне захотелось потанцевать. И я стояла и танцевала. По периметру фонтана работали площадки с мастер-классами. Гостей встречали ростовые куклы, а на сцене в это время ведущие разыгрывали призы от партнеров телеканала. В этом году ими стали торговый комплекс «Гудок», «Вода дворцовая», «Жако, роллы и пицца», «Мягкий кинотеатр», «Сладкодаров», «Салон красоты», «Красивая я». Конкурсы чередовались с концертными номерами. Для гостей фестиваля выступали Детский музыкальный театр «Алле Драмс», ансамбль колокольного звона «Самарские звонари», Центр детского творчества «Младость», учащиеся Центра эстетического воспитания детей и творческие коллективы Центра внешкольной работы «Поиск». А самых юных гостей фестиваля не смогло оставить равнодушными шоу мыльных пузырей и выступления дрессированных собачек. Мопс Рич и его хозяйка Ольга уже год занимаются танцами. В репертуаре пары три номера. Для гостей фестиваля они исполнили танец под названием «Ярче звезд». Мопс – это не самая танцующая собака, это такая на подумать, но мы стараемся. Финальным аккордом стало выступление Николая Белоусова. Полуфиналиста вокального телевизионного проекта воспитанника Центра помощи детям «Единство», обладателя уникального тембра. «С тобою связан на веки я, ты жизнь и счастье в любовь твоя». В этот день Николай отметил свое 18-летие. Его поздравили коллеги по цеху, участники детской телестудии «Майош-ТВ». Волна позитива и атмосфера сегодняшнего дня заряжает, признается Николай. Публика супер, меня порадовала публика, потому что не каждый любит такие песни. То поколение уже уходит, к сожалению, но в тех песнях как раз-таки и смысл, и мелодия, и проникновенность душа – это главное в песне. По традиции фестиваль закончился церемонией награждения лауреатов. Диплом победителя получил и наш телеканал «Самара ГИС». Почетный приз генеральный директор Елена Кольцун получила от председателя Самарского союза журналистов Ирины Цветковой. На сегодняшний день телеканал «Самара ГИС» – один из самых оперативных информресурсов в региональном интернет-пространстве. Мы одними из первых выдаем информацию в наши социальные сети. Общее число наших подписчиков превышает 96 тысяч. Наши посты в сетях ежемесячно охватывают более 870 тысяч пользователей, а просмотры на видеохостингах – более 400 тысяч. Мы присутствуем на всех актуальных платформах – ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники. В наших соцсетях только самые свежие новости. Так что смело включайте прямой эфир и подписывайтесь на наш Телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых свежих новостей. Галина Топилина, Андрей Горгуленко, Константин Головин, Валерий Майоров. События. В Самарском кинотеатре «Художественные» прошел показ документального фильма «Святой Савва. Русский цвет на сербском флаге». Картина посвящена преподобному Савве Сербскому, основателю сербской православной церкви и ее первому архиепископу. Показ картины был посвящен Дню славянской письменности и культуре. Параллельно премьеру фильма показывали еще и в Тольятти, а также на выставке в форуме «Россия» на ВДНХ. После просмотра организовали видеосвязь между залами, чтобы зрители могли пообщаться с авторами фильма, узнать о процессе съемок и поделиться своими впечатлениями. На показе в Самаре была режиссер фильма Анжелика Кареткина, которая и рассказала о святости мест, связанных с жизнью и деятельностью преподобного. Знаете, когда мы поехали снимать этот фильм, очень хотелось показать, не только рассказать о Святом Савве, но еще и показать, что между нами и между сербами есть огромная связь духовная, историческая, и что мы очень близкие друг к другу люди. То есть мы не просто, как, знаете, шаблонно, русские сербы-братья, да, мы братья, я бы сказала больше, мы родственники. А в Самарском академическом театре оперы и балета Дню славянской письменности и культуры посвятили концертную программу «Александр Невский. Ледовое побоище». С подробностями наши корреспонденты. Жители Самары День славянской письменности и культуры отметили в театре оперы и балета. Здесь подготовили насыщенную концертную программу. Она началась с увертюры из оперы «Бородина. Князь Игорь» и гимна Кирилла Мефодия, главача из «Иброзенгейма» в исполнении симфонического оркестра и хора театра «Шостакович. Опера-балет». Кульминацией концерта стала кантата «Александр Невский. Ледовое побоище». Здесь соединились сразу несколько видов искусства. В основе – музыка Сергея Прокофьева из одноименного фильма «Сергея Эзенштейна», снятого в 1938 году. На сцене звучали фрагменты из поэмы Константина Симонова «Ледовое побоище». А на экране при этом сменяли друг друга картины с изображением русского полководца и близких по теме исторических сюжетов. Музыка, знакомая каждому с детства, текст, наполненный яркими образами и событиями, и тематический видеоряд из произведений живописи погрузили зрителей в героический мир XIII века. «Он был попом военной складки, в семь лет пушкуйниках ходил, и новгородские порядки до самой вятки наводил. Три дня терпел унижения, поклоны бил, дары носил». Для нас это встреча с нашей молодостью, потому что мы смотрели всегда фильм «Александр Невский», мы всегда любили эту музыку, мы это изучали и в школе. А сегодняшнему поколению надо возвращать любовь к истории, знание истории, потому что они очень много чего не знают. И сейчас они приобщаются не к своей поп-культуре, они приобщаются к классической музыке, к великому Прокофьеву, и это будет для них развитие большое, эстетическое, художественное, и в том же смысле даже историческое, потому что они познакомятся с этим мероприятием». Августина Охременко, Николай Епифанов, События. В Самаре прошел фестиваль «Готов к труду и обороне». В нем приняли участие как взрослые, так и дети в возрасте от шести лет. Как проходила сдача норматива в ГТУ, расскажет Елизавета Прокопенкова. Прыжки в длину, подтягивания и отжимания. В парке Гагарина прошел фестиваль «Готов к труду и обороне». Мероприятие проводится ежемесячно в рамках нацпроекта «Демография». В фестивалях принимают участие самарцы в возрасте от шести лет. У каждого из них своя цель – облегчить поступление в ВУЗ, получить премию на работе или проверить свои силы, как это сделал Никита Долженко. Среди упражнений, которые сдавали участники, были подъем туловища из положения лежа, стрельба, бег, наклон вперед из положения стоя и многое другое. Тех, кто сдал нормативы ранее, наградили знаками ГТО. Попробовать свои силы можно не только на фестивале. Летом будет проводиться акция «Выходные из ГТО». «Она будет проходить здесь же, в парке Гагарина. Вот здесь, недалеко от детского стадиона, будет оборудована площадка для выполнения нормативов ГТО. И каждый выходной любой желающий может испытать свои силы и принять участие в выполнении нормативов для получения знаков». Если результаты не устроят, их можно пересдать в течение всего года. Главное, чтобы между попытками прошло 45 дней. «Даже если у кого-то не будет получаться, здесь никто никого не накажет. И наоборот, мы приветствуем тех, кто пришел, кто пересдает, стараемся как-то стимулировать, в том числе и словом. Поэтому все приходите на выполнение нормативов ГТО, мы вас ждем. И надеюсь, у вас все получится». Для участия в акции или фестивале нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте ГТО и предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний. С начала этого года нормативы сдали более пяти тысяч жителей Самары. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. «Самарские крылья советов» завершили сезон и сыграли дома в ничью. Футболисты Акрона постараются стать еще одной командой из Самарской области в премьер-лиге, а теннисистки Самарской области покоряют второй турнир большого шлема в сезоне. Подробнее в нашей спортивной рубрике. «Крылья советов» завершили чемпионат России по футболу домашним матчем против Пари-Нижний Новгород. Самарцы не решали турнирных задач, но хотели порадовать болельщиков. А нижегородцы пытались избежать вылета из премьер-лиги. В первом тайме голов не было, а после перерыва Горэ открыл счет в матче. Удержать победу самарцы не смогли. «Зе Турбо» сравнял счет на 77-й минуте. Итог 1-1. «Крылья» заняли девятое место. Чемпионом шестой год подряд стал питерский «Зенит». Свой последний матч в первой футбольной лиге провели и игроки «Акрона». На своем поле они обыграли СКА «Хабаровск». После первого тайма волжане уступали 0-1, но смогли переломить ход встречи и дважды забили после перерыва. Победы 2-1. Теперь «Акрон» сыграет в стыковых матчах за право выйти в премьер-лигу. Для этого по сумме двух матчей нужно оказаться сильнее «Урал» из Екатеринбурга. Игры состоятся 29 мая и 1 июня. Гандболистки Тольяттинской «Лады» заняли итоговое шестое место в российской суперлиге. Это их самый слабый результат за 25 лет. До этого они не опускались ниже четвертого места, чаще завоевывая медали, в том числе золотые. В заключительной серии сезона за пятое место Тольяттинки дважды уступили соперницам из Краснодарской Кубани 26-36 на выезде и дома 32-33. Во Франции стартовал Ролан Гороц – второй турнир серии «Большого шлема» в этом году. В соревнованиях принимают участие и уроженки Самарской области. В первом раунде Дарья Касаткина сыграет против полячки Магдалены Фрэш. Это будет их третья встреча. В предыдущих двух побеждала Дарья. Анастасия Павлюченкова постарается обыграть Пану Удварти из Венгрии. Также Анастасия сыграет и в парном разряде, как и Диана Шнайдер, которая в личном уже проиграла. В первом круге она уступила француженке Хлое Паке 3616. Далее обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Из-за ремонтно-профилактических работ в квартирах жителей Самары возможно кратковременное отключение воды. 28 мая с 9 до 17 часов холодной воды не будет в домах 55 и 59 на улице Гагарина. Адрес установки бойлера улица Гагарина 55. В то же время проведут отключение воды на улице энтузиастов. 30 мая планируется заменить задвижку и пожарный гидрант по улице Современной. С 9.00 до 20.00 холодная вода будет отключена по адресам улица Литвинова Современная Магистральная. Информирует телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. В связи с ремонтом и модернизацией теплотрасс в Самаре временно ограничит движение транспорта по нескольким участкам улично-дорожной сети. До 30 июня нельзя будет проехать по улице Мяги. До 31 августа по улице Блюхера от Ивана Булкина до Карбышева. До 31 августа ограничено движение по Гастелло до Старозагора. Также до конца лета нельзя проехать на нескольких участках по улице Нагорной. Подробнее с временными схемами организации дорожного движения можно ознакомиться в телеграм-канале Департамента транспорта Самары. Учителя, работающие в муниципальных общеобразовательных организациях, впервые могут оформить ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Новая мероподдержка, разработанная администрацией Самары, позволит привлечь молодых педагогов в образовательные организации областного центра. Выплата носит заявительный характер и предоставляется в размере фактически внесенной учителем платы за наем жилого помещения за месяц, но не более 12 тысяч рублей. Для оформления выплаты зарегистрированным в Самаре учителям можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Консультация по телефону 340 08 47 информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова